Вчера вечером, 7 июня, напротив элеватора на выезде из Лисичанска в сторону Бахмута произошло ДТП с участием служебного автобуса Лисичанского НПЗ и грузового автомобиля с прицепом, который перевозил зерно. На момент ДТП в салоне лайнера находилось 8 человек. Наш корреспондент побывал на месте происшествия. Сегодня, в начале седьмого, автобус, который перевозил ночную смену на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, в этом месте столкнулся с прицепом, полным зерна, который оторвался от проезжающего мимо по встречной полосе КАМАЗа. Произошел обрыв фаркопа КАМАЗа, к которому был прикреплен прицеп. В автобусе находились 8 человек. На встречу автобусу ехал КАМАЗ и при моменте, когда сравнялись машины, прицеп оторвался от КАМАЗа и выехал на встречную полосу и ударил автобус прямо в лоб. Два водителя и один пассажир в результате столкновения получили травму. Сразу приехала скорая, МЧС, полиция, разрезали автобус, вытащили водителя. До приезда кареты скорой помощи первую помощь пострадавшим оказал житель дома, расположенного рядом с дорогой. Я полез водителя доставать, аккумуляторы подсоеднял, чтобы не было загорания в автобусе. Вытянул женщину, у нее стопы не было. Мы через стекло вытащили ее. А потом водителя начали вытягивать, у него нога была закручена за рулевую колонку. Пострадавших увезли в центральную городскую больницу Лисичанска, а водителя КАМАЗов – наркологический диспансер. Дежурный врач диспансера сообщил, что водитель КАМАЗа находится в состоянии гипертонического криза. После того, как будут получены лабораторные анализы крови и мочи, будет установлено, был ли водитель пьян. Поступило двое пациентов в тяжелом состоянии. Женщина – травматический шок второй степени. Травматическая ампутация голени. На сегодняшний день в состоянии стабилизированной шока выведена. Если пройдет стабильно эти сутки, завтра переводим в травматологическое отделение. Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. Состояние его на сегодня также стабильно крайне тяжелое. Проводится искусственная вентиляция легких, медикаментозный сон, противошоковые мероприятия. Второй водитель попал в травматологическое отделение. Его жизни ничто не угрожает. Валентин Цычев, Илья Трофимов, Николай Резниченко, ПАДИИ